здравствуйте мои дорогие друзья вы находитесь на канале русская душа и с вами марина вот я довариваю абрикосовое варенье сейчас у меня закипит и я разолью по баночкам но показать я вам хотела как сохранить живые дрожжи дело в том что после заморозки живые дрожжи не теряют своих свойств поэтому а сохранить их можно заморозив но если вы заморозите всю 100 граммовую пачку то потом будет очень трудно отломить нужный кусочек обычно в среднем третью или четвертую часть 100 граммовой пачки требуется для одного замеса поэтому идея в том чтобы поделить этот 100 граммовый кусочек брусочек на 4 примерно одинаковых кусков и каждый кусочек заморозить отдельно ну понадобится вам 50 грамм дрожжей они 25 вы просто возьмете два вот таких кусочка значит берете 100 граммовую пачку разрезаете и на приблизительно равные части там один грамм туда-сюда погода вообще вам никак не сыграть вот отрезаете из пищевой фольги кусочек квадратик прямоугольник вообще неважно и нужно будет завернуть аккуратно заворачиваем я вот так заворачиваем одной рукой не очень удобно но в принципе все понятно абсолютно так и с другой стороны точно так же одной рукой я объясняю что не просто завернуть ну вот я покажу как я завернула двумя руками вот видите все еще последний кусочек также замораживаем но потом чтобы оживить эти дрожжи прямо замороженный кусочек бросаете в теплую воду или молоко ну когда вам нужно на закваску сделать поставить и все они расходятся там и вы печете все что вам нужно вот так раз раз так перевернула видите я уже одной рукой принорвила все так и с этой стороны уголочки закрыли все но чтобы уж совсем они там не заветривались как бы вы их не закрыли все равно наверное немножко есть доступ воздуха поэтому положите их в полиэтиленовый пакетик и морозилку когда вам нужно вы достаете один кусочек и пользуйтесь вот такая вот небольшая как это по-русски раньше говорили смекалка да сейчас говорят лайф лайфхак раньше говорили смекалка там что еще догадка полезные мелочи все 25 грамм в одном брусочки если у вас допустим написано в рецепте взять 30 грамм живых дрожжей вы знаете 25 и 30 большой разницы нет чуть чуть дольше у вас опара постоит вот буквально на 10 минут и будет вам все 30 грамм но если вы уже хотите прям быть абсолютно точным поделите этот 100 граммовый кусочек на три части там будет 33 грамма ну вот всего вам доброго надеюсь этот маленький совет вам пригодится а с вами была марина на канале русская душа